Итак, в правильно образованном человеке не должно быть никаких внутренних противоречий. Все его части должны идти к одной общей цели, правильной цели, которая приводит его в гармонию, в единство, и которая устремляет все его силы к себе и задействует весь его организм. Все тело, всю психику. Ну, можно посмотреть с другой стороны на это, с обратной стороны, и подумать о примере неправильной цели. Допустим, человек поставит себе целью выращивания цыплят. Ну, цыплятам что нужно? Им нужно какое-то тепло, крыша какая-то над головой, чтобы зимой они не замерзли. Еще им нужен корм, ну и уход, да, чтобы им было более-менее чисто. Не совсем они тонули в отходах, в отходах своих жизнедеятельностей. Вот и все. И, конечно, для того, чтобы этим заниматься, человеку достаточно, в общем-то, его тело и чуть-чуть рассудка, да, чуть-чуть соображения. Вот, все остальное в человеке останется незадействованным, если он займется и всю свою жизнь положит на выращивание цыплят. То есть, в психике человека очень много лишнего, да, если мы говорим о выращивании цыплят, в психике человека очень-очень много такого, что не будет задействовано при выращивании цыплят. Допустим, тяга к прекрасному, да, эстетика. Посмотрите на этот забор, колонны, да, какие-то украшения на колоннах. Вот, клумбы там всякие, ландшафтный дизайн. Вся эта эстетика совершенно не нужна при выращивании цыплят. То есть, вот эта потребность, эта сила человека, эта часть человека, да, который занимается эстетикой, она окажется незадействованной при выращивании цыплят. Поэтому, конечно, выращивание цыплят никак не может быть правильной целью для человека. Оно не приведет его в гармонию. Его эстетическое чувство будет ему мешать, оно будет требовать своего, я хочу какой-то красоты, будет говорить оно, а ты тут занимаешься цыплятами. И вот в человеке возникнет внутреннее противоречие, дисгармония. Вот такой признак неправильно поставленной себе цели. Это дисгармония, разлад, внутренняя борьба, война, немирность, противоречие. Продолжение следует...